Бивернаев, Энзо, Ахти и даже Мора. Все эти ножи пропитаны духом бушкрафта. Будучи последователями наследия Морса Кахански и Хороса Кеффорда, эти ножи созданы для леса. Эти ножи созданы с одной целью – помочь вам выжить в любых самых диких условиях. Но знаете, что я вам скажу? Все это детский сад – разводняк народа на бабло. Ибо настоящий нож должен нифига не деревяшку резать. Во-первых, он должен выглядеть круто. Во-вторых, он должен быть охреневшим боевым ножом, чтобы им можно было завалить любого супостата. В-третьих, если этого ножа нет в компьютерных играх, значит это говно, а не нож. И в-четвертых, для ношения такого ножа вам не поможет ни сертификация ответствия, ни разрешение Роха. Для владения таким ножом вам потребуется специальное разрешение. От мамы или бабушки. Это керамбит, мать твоя. И знаете, что я подумал? Ведь все, ну по крайней мере кто постарше 14 лет, кричат, что керамбит – это совершенно бесполезная штука. А давайте-ка мы возьмем этот нож и попробуем использовать его именно как нож для бушкрафта. Ну что, готовы? Поехали! Самый большой плюс керамбита по сравнению с обычными бушкрафтовскими ножами – это то, что он тактически, одно только это, дает ему плюс 100 крутости. Идешь такой по лесу, никого не трогаешь, вдруг бам, сосенка. В долю секунды выхватываешь свой керамбит и валишь ее, используя древние филиппинские техники. Противник повержен. Теперь надо его ощеленить. Бушкрафтер-лохопед, чтобы разжечь огонь, использует бересту. Он срезает ее своим бушкрафтовским ножом, наскоблит немножечко шелухи и подождет с помощью огнива. Но для тактического керамбита это слишком просто. Мы, конечно же, будем делать огненные перья. Настало время развести тактический костер тактическим ножом. Ну а пока разгорается наш тактический костер, проделаем еще несколько операций, которые обычно проделывают ножами для бушкрафта. Строгание. Силовой рез. Строгание. Обухом. Непобедим. А что насчет открывания консервной банки? Ой, только вот не надо всего этого, сейчас начнется. Нож не должен консерву открывать, для этого есть открывашка. Ой, да как же так, открывать банку ножом? Я же свои скандинавские спуски за мной, и вот это все бла-бла-бла. Да чтоб вы понимали, в нормальных ножах бушкрафтеры ссаные. Берем банку, берем керамбит, который, между прочим, является самым крутым ножом в мире. Не зря им спецназовцы пользуются. А как вы думали, компьютерные игры не дебилы какие-нибудь разрабатывают. Там вот, например, все крутые чуваки с керамбитами. И без каких-либо угрызений совести открываем консервную банку. А вообще, знаете что, настоящему спецназовцу не обязательно открывать банку. Вот можно дырку сделать и вот так все выпить. А что вы хотели? Это боевой, тактический нож секретных спецназовцев, а не какая-нибудь там вонючая открывашка. Вот. Ладно, парни, хорош стебаться. Давайте реально подведем итоги. Суть этого видео в том, что мы в очередной раз попытались показать вам, что у вас, безусловно, должен быть хороший и рабочий нож. Но при этом, каким бы крутым ни был этот нож, без должных навыков по его использованию, он может превратиться в обычную игрушку. И наоборот, имея четко поставленные навыки по использованию ножа, любая, даже самая тактическая игрушка, может превратиться в более-не менее хороший рабочий инструмент. Эти навыки не придут сами по себе. Вам просто нужно брать в руки нож и постоянно им пользоваться. А о том, как пользоваться ножом правильно, вы всегда можете посмотреть на канале Мужская Берлога. Ну а на этом все. Хороших ножей вам и умения пользоваться им. Всем пока и до встречи в сети. Да, я пишу. А, сейчас там он пойдет. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok